Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео я расскажу о комплексе защитных мероприятий, которые помогут вам избежать поражения томатов фитофторозом. Подход для борьбы с фитофторой нужен комплексный, поэтому начнем по порядку. Я не буду сильно углубляться в тему, что же такое фитофтора. Наверняка многие из вас знают это и без меня, но скажу только лишь одно. Фитофтора это страшный и коварный враг наших посленовых растений. Картофеля, томатов, перца, баклажан. И возможно ее возбудители уже находятся где-то рядом с растениями. Может быть в почве, а может быть уже и в растениях. Друзья, но возбудители не проявят себя до тех пор, пока растение не ослабнет. Как только растение будет ослабленным, понизится его иммунитет, так и начнется при создании благоприятных условий для такого развития, начнется развитие возбудителей фитофторы на наших растениях. Друзья, мы должны предпринять комплекс защитных мероприятий. Прежде всего это соблюдение севооборота. Не высаживаем на протяжении нескольких лет подряд посленовые растения друг за другом. Места выращивания таких растений необходимо чередовать и разносить их по пространству хотя бы метров на 10. Меньшее разнесение выращивания посленовых культур малоэффективно, потому что возбудитель фитофторы может перемещаться как по воздуху, так и с поливной водой, так и с растительными остатками и так далее, и даже с насекомыми. Следующий момент. Это соблюдение схемы высадки. Нельзя загущать при высадке растения. Необходимо обеспечивать хорошую вентиляцию этих растений. Чем больше растения находятся во влажности, то есть чем больше и дольше на листовой пластине сохраняются капельки, то ли от росы, то ли от дождя, то ли поливная влага, тем лучше чувствует себя возбудитель фитофторы, находящийся в этих капельках. И тем больше времени у этого возбудителя есть, чтобы проникнуть через кутикулярный слой листовой пластины и начать свое вредоносное воздействие внутри растения. Поэтому хорошая вентиляция между растениями – это основа основ защиты этих растений от фитофтороза. Следующий очень важный момент – это своевременное и качественное проведение поливов, подкормок, рыхлений и так далее. То есть все агротехнические действия, которые позволяют растениям оставаться крепким. Друзья, чем крепче будет изначально наше растение, тем меньше шансов у возбудителя фитофторы начать свое размножение. У крепкого растения крепкий иммунитет. Поэтому позаботимся о том, чтобы наши растения были приземистыми, непотянутыми, чтобы им хватало света, питания, влаги и так далее. И это уже 50% залога успеха, что фитофтора будет подавляться самим растениям, даже без нашего основного вмешательства. То же касается томатов, выращиваемых в закрытом грунте. Вот наши томаты, которые мы выращиваем. Но это ранние томаты, они успевают, к счастью, проскочить пик всплеска заболеваемости фитофторозом. Но тем не менее мы проводим все профилактические действия точно так же, как сейчас я рассказываю вам о проведении таких действий по отношению к томатам открытого грунта, которым предстоит еще долгое развитие до момента сбора урожая. И основное действие, которое гарантирует 50% успеха в борьбе с не начавшейся еще фитофторой, это применение специально предназначенных для профилактических, либо лечебных обработок препаратов от фитофтороза. Мы будем обрабатывать сегодня вечером, когда спадет солнечная активность, препаратом Магникурфина. Друзья, это препарат немецкого производства, больше известный нашим огородникам под названием Инфинито. Препарат не новый, но очень надежно себя зарекомендовавший. По борьбе с фитофторой на томатах, картофелях, перцах, баклажанах. И по борьбе с переноспорозом на огурцах. Огуречники от переноспороза спасаются вот этим препаратом. Срок ожидания от последней обработки до сбора урожая 10 дней. Норма расхода препарата 15 мл на 5 л воды. Друзья, разводим баковую смесь, дожидаемся, когда температура будет в рамках от 12 до 25 градусов. Это наиболее эффективный температурный коридор, при котором препарат наиболее полно подействует. И, кстати, хочу отметить, что препарат системного действия, то есть он с легкостью проникает в листовые пластины, межклеточное пространство разносится по растению клеточным соком и воздействует даже на те органы растения, которые еще не наросли. То есть на молодые будут появляться листочки, но препарат будет находиться уже и даже в молодых листочках. То есть полностью все растение будет под надежной защитой этого препарата. Комплекс мероприятий, который мы с вами применим по защите от фитофторы наших растений, давайте вкратце еще пробежимся, какой это комплекс. Это и соблюдение севооборота, это и соблюдение схемы посадки, позволяющей свободной вентиляции воздуха между растениями, это своевременные подкормки, поливы, достаточно света, чтобы растения были крепкими и имели высокий иммунитет, то есть высокую сопротивляемость возникновению заболевания. И, конечно же, профилактическая обработка, вот это все в комплексе, на 99% гарантирует, что наши растения будут защищены от фитофторы, даже при возникновении самых неблагоприятных для растений условиях. И еще маленький момент, когда все-таки лучше обрабатывать. Обязательно перед началом обработки растений они должны быть сухими, друзья, не остатков поливной влаги, не остатков росы, особенно это касается, если кто-то решит проводить обработку в ранние утренние часы, вот росы на растениях не должно быть. Почему? Потому что рабочий раствор препарата, которым мы обрабатываем свои растения, имеет просчитанную концентрацию. Попадая на капли росы, либо поливной влаги на листьях, концентрация рабочего раствора снижается, и, естественно, немного снижается эффективность воздействия препарата на растения. На этом свое видео закончу. Надеюсь, для вас оно было полезным. До свидания. Продолжение следует...